Палаточного городка возле парламента больше нет. Сегодня рано утром силовики после решения судов провели обыски в палатках митингующих. Правоохранители заявили, что нашли оружие, после чего решили лагерь демонтировать. Митингующие оказали сопротивление, подожгли шины. В результате столкновений пострадали 7 полицейских. Активисты заявили об 11 пострадавших, но точно их количество неизвестно. О событиях подробнее расскажет Юлия Жешко. Ни митингующих, ни палаток. У стен Верховной Рады свернули так называемый мирный протест. В палаточном городке провели обыски. Около 7 утра более тысячи полицейских и нацгвардейцев проверили каждую палатку. У митингующих изъяли боевые гранаты. После чего решили палатки снести. Не обошлось без столкновений. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук народный депутат Антон Геращенко. Он уверен, правоохранителям удалось сыграть на опережение. Право на мирный протест подразумевает, что граждане могут мирно без оружия собираться и высказывать свою точку зрения. Но когда в центре европейской столицы, в 50 метрах от парламента, хранятся гранаты, и все это происходит на фоне того, что у нас в стране идет война, а два года назад под Верховной Радой погибло четверо национальных гвардейцев, как раз именно от того, что один молодой неадекватный человек бросил гранату, мы не могли смотреть на это спокойно. Удивительно, но по прошествии почти трех лет, несмотря на наличие десятков видеокамер на месте событий, виновных до сих пор не наказали. В результате же сегодняшних столкновений порядка ста протестующих задержаны. И если сегодня их причастность к беспорядкам не установят, всех отпустят по домам, заявил нардеп. А вот правоохранители действовали в рамках закона, заявили в нацполиции. К тому же об обысках активистов предупредили заранее. Тут было проведено следствие оперативной дии. За вымогой следствия было ему забеспечено работу. У нас есть два решения суду про огляд цієї территории, вулиця Грушевского и до оглядового майданчика. И есть решение суду на обшивки в палатках. Поэтому сегодня были эти действия проведены. Заранее было поведомлено, все жители следствия оголосили постанову, начали зажигать сына и предприятия обеспечили работу следствия оперативной группы. Сейчас работают в обухотехнике, есть спорядженные гранаты. При этом жители палаточного городка о запрещенных предметах говорить не хотят. Жалуются, что кроме палаток силовики ликвидировали и пункты обогрева. И буржуйки выносило, и спальники выносило. О, смотрите, что успею взять. Сегодня мы не проиграли, это так случайно пацанам подфартило. Поддержал действия МВД и генеральный прокурор Украины. Юрий Луценко отметил, что кроме гранат правоохранителей изъяли с десяток единиц оружия. Он уверен, акцию нельзя назвать мирной. Цитирую, лагерь, где за деньги Курченко разрабатывают планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе с применением оружия на работников МВД, должны быть прекращены. То есть мирным протестом да, проплаченному экстремизму нет. Уже в ближайшее время власти намерены разблокировать правительственный квартал и обеспечить проезд транспорта. Юлия Жешко, Владимир Дедов. Подробности, телеканал Интер. Большинство задержанных митингующих уже отпустили из отделений. В полиции еще дают показания 8 человек. Как сообщается на сайте нацполиции, админпротоколы составили на 4 задержанных. Кроме того, по данным офиса у полномоченного Верховной Рады по правам человека, 5 протестующих и 4 сотрудников правоохранительных органов госпитализированы. Пострадали также 3 журналиста. Столичная прокуратура завела дело о возможном превышении полномочий полицией. Продолжение следует...